Уважаемые коллеги, мне поручено познакомить вас с нашим опытом, который есть в нашем учреждении работы с препаратом Эпилимумаб, локатором рецептов СЛЕ-4. Я очень надеюсь, что наши демонстрации укрепят вас в вере, что иммунная система всё-таки может излечивать людей от злокачественных опухолей окончательно и бесповоротно. Я коротко ещё разок напомню всё-таки точку приложения, этого препарата, потому что, несмотря на то, что Лев Вадимович объяснил, как это работает, но мне очень нравится эта схема, и тут есть некий анатомизм, то есть есть некое анатомическое приложение для того, чтобы показать, где это лекарство работает. И обратите внимание, что сейчас, когда мы накопили достаточно знаний о функционировании иммунной системы, то мы можем разложить процесс формирования иммунного ответа на несколько фрагментов. Первый фрагмент – это то место, где формируется опухоль и то место, где впервые иммунная система знакомится с так называемым чужеродным опухолём-антигеном. И дальше центральное место для формирования иммунного ответа, ну, как полагают, находится в региональных лимфатических узлах, где наивные, те самые наивные Т-клетки встречаются с антигенопрезентирующими клетками, происходит обмен информацией, и наивные клетки уже становятся ненаивными. То есть происходит процесс обучения. И вот этот процесс обучения – это один из ключевых моментов формирования иммунного ответа, на который мы сейчас научились влиять, влиять при помощи блокаторов определенных контрольных точек, иммунных чекпоинтов. И у нас сейчас есть в руках препарат эпилемумаб, который действует на этот самый процесс, на СЛИ-4 рецептор. И основной механизм, как предполагается, это формирование процесса обучения, обучение лимфоцитов. Но есть и тот самый второй процесс, про который Лео Вадимович тоже упоминал, это когда уже обученные клетки должны работать, когда уже есть опухолеинфильтрирующие лимфоциты, которые ничего не делают, они просто инфильтрируют опухоль, но опухоль не уменьшается. И по разным причинам это может происходить, но считается, что опухоль может экспрессировать ряд вредоносных для лимфоцитов ингибирующих факторов, и один из них тоже был открыт несколько, скажем так, может быть, с десятилетий назад, но препарат мы получили относительно недавно, один из них уже зарегистрирован для применения, другой проходит клинические исследования. Я имею в виду PD-1 рецептор, который уже на зрелых лимфоцитах, на обученных лимфоцитах экспрессируется, и при воздействии леганды на которые этот лимфоцит становится беспомощным и энергичным. А вот если мы этот процесс заблокируем и разорвем эту цепочку, то мы можем видеть яркие и быстрые противопухолевые эффекты. Тут, соответственно, есть и два важных момента. Первый момент – это то, что процесс обучения должен занимать время. Это процесс, который невозможно сделать быстрым, мгновенным, потому что любое обучение – это время. И лимфоцит, так же, как и в любой другой системе, нужно пройти определенные стадии. А то, что касается от уже готовых лимфоцитов, то тут другая история. На самом деле, надо снять блок, и они начнут немедленно работать. Поэтому эффекты при назначении таких лекарств ожидаются, и они подтверждают в клинических исследованиях, что они наступают достаточно быстро. на этой картинке, это тоже из статьи доктора Отто, значит, продемонстрировано огромное количество новых так называемых чекпоинтов, которые мы можем потенциально использовать, и часть из них уже исследуются, блокаторы или активаторы некоторых этих чекпоинтов уже исследуются в клинических исследованиях, и мы очень скоро, возможно, получим большую палитру иммунологических препаратов, которые влияют на формирование иммунного ответа. Ну, собственно говоря, механизм всем хорошо известен, это картинка, как я чую, это еще с 2010 года, наверное, из презентации в презентацию, как работает эпилемумаб. Да, он блокирует тормозный рецептор с ЛИ-4, и тем самым лимфоцит, который должен обучаться покою, да, и считать данный антиген собственным, да, не опасным, этот тормозный сигнал исчезает, и лимфоцит все-таки считает его вредоносным, и тем самым возникает противоопухолевый иммунитет. То самое исследование, на которое Галина Юрьевна ссылалась, как демонстрация клинической эффективности препарата иммунологического, исследование MDX-1020, которое действительно впервые продемонстрировало, что какой-то противоопухолевый препарат может продлевать жизнь пациентам с диссиминированной меланомой, в сравнении, правда, с GP-100, с вакциной, но дальше было исследование, которое формально подтверждает его эффективность и в сравнении с декарбазином, и тем самым мы понимаем, что эпилемумаб действительно не являясь по сути противоопухолевым препаратом, препаратом, который вообще не действует ни на какие рецепторы в опухоли, может увеличивать продолжительность жизни пациентов с диссиминированной меланомой. Ну, теперь я хочу перейти, собственно, к нашему опыту, который был накоплен в нашем отделении при работе с препаратом иммулемаб в рамках программы расширенного доступа. Я коротко остановлюсь на критериях включения. Мы начали с октября, мы, наверное, один из первых центров, которые начали, потому что я знаю, что через некоторое время подсоединились другие центры, но мы начали с октября 2011 года, сейчас включено у нас 106 пациентов, набор, к счастью, мы имеем возможность пока продолжать. Я говорю к счастью, потому что ясное дело, что после регистрации препарата, мне кажется, доступ к пациентам к этому препарату будет существенно уменьшен из-за его стоимости в первую очередь. Но пока мы имеем возможность включать пациента вот по таким критериям, значит, это не первая линия, это люди, которые должны получить хоть какую-то стандартную для нашей страны терапию, и они могут ее либо плохо переносить, либо иметь прогрессирование на ней. Но в целом основными очень широкие критерии включения, основные критерии исключения это какие-то аутоиммунные или серьезные инфекционные болезни, потому что мы не можем гарантировать безопасность в этом случае. Вот, да, мы провели промежуточный анализ, потому что нет смысла сейчас оценив все 106 человек, многие из них еще не достигли нужного периода наблюдения, и при медиании периода наблюдения примерно полтора года для вот этих пациентов мы отобрали 52 первых, с первого по 52, грубо говоря, да, номера порядков этих пациентов. Значит, обычная совершенно характеристика без каких-то, на самом деле выглядит как совершенно среднестатистический пациент, который получает лекарственную терапию по поводу диссеминированной меланомы. У половины примерно, чуть меньше, чем у половины был повышен уровень ЛДГ, у некоторых были метастазы в центральную нервную систему стабильные, у некоторых, значит, были мультиорганные поражения, ну, у большинства пациентов все-таки, значит, локализация метастазов в этом были, соответствовала М1А стадии. Я коротко напомню также схему лечения, потому что для некоторых коллег, которые не сталкивались с этим препаратом, важно отметить, что это лечение не происходит постоянно. То есть мы делаем 4 введения препарата с интервалом в 21 день, и дальше мы не проводим никакого лечения противопухолевого или какого-то еще. Иначе говоря, это лечение, которое имеет конечную точку. Мы можем провести одно введение, 2, 3 и 4, но никогда не больше 4. За одним исключением, когда мы говорим о так называемой реиндукции, но это скорее исключение, чем правило. Так вот, 4 введения – это тот план, который стоял перед нашими пациентами. С интервалом 21 день, это внутривенная инфузия по 90 минут. Так, а, да, и что важно, мы оцениваем эффект, обратите внимание, через 12 недель от начала лечения, то есть через 3 месяца. Не очень-то привычно, потому что мы обычно для лекарственного лечения оценим эффекты чаще, после 2-х или 3-х циклов химиотерапии, а это соответствует приблизительно 2 месяцам, иногда даже полутора месяцам, смотря какой цикл. Но здесь мы не ждем эффекта быстрее, чем 12 недель, и это связано с механизмом действия препарата. Вот то количество введений эпилемумаба, которые получили наши пациенты. Большинство из них, это фиолетовый или в данном случае темно-синий круг, получили 4 введения, но ряд пациентов по разным причинам получили меньше 4 введения, это может быть 3, 2 или 1. Одно введение пациента получали из-за того, что болезнь быстро прогрессировала и уже по состоянию здоровья не имело смысла продолжать лечение, они не получили бы от него никакой пользы. А вот те пациенты, которые получили 3 введения, это пациенты, которые получили их из-за развития иммунопосредственных нежелательных явлений. Собственно, непосредственные результаты. Обратите внимание на то, что через 3 месяца после начала иммунотерапии у приблизительно 3, больше, чем у 3 пациентов, мы видели либо стабилизацию, либо частичный или иногда полный ответ. Они здесь объединены, потому что очень трудно бывает разделить полные частичные ответы из-за того, что на томограммах могут сохраняться какие-то изменения неясного характера. Например, метастазы могли сократиться до 3-4 мм, и уже неясно, что это фиброз очаговый или всё-таки это метастаз. И поэтому, собственно говоря, мы объединили это в одну группу. Стабилизация 34%, а у остальных пациентов больше, чем у половины, на 12 неделе было зафиксировано прогрессирование болезни. То есть прогрессирование болезни по рецид-критериям это либо появление новых очагов, либо значительное увеличение ранее описываемых очагов. Но все эти люди не получали никакого лечения после этой 12 недели. Мы ждали отсрочного ответа, и эти отсрочные ответы описаны в литературе. И мы дождались такие отсрочные ответы. Обратите внимание, что если у 4 больных объективный ответ был на 12 неделе, то ещё 3 человека из 1 из стабилизации и 2 из группы прогрессирования, у них развился этот ответ позже, существенно позже, чем 12 неделя. Мы не имели чёткой точки обследования, то есть нет такого, что 12, следующий 24. Это могло быть рекомендацией из разряда через 2 месяца повторить, то есть через 8-10 недель, если позволялось состояние здоровья, конечно, пациента. Это превращение прогрессирования в полный ответ лишний раз демонстрирует иммунологический характер, иммунный характер действия этого препарата, когда иммунной системе нужно время на обучение и дальше уже действия распознавания и уничтожения опухоли. Медиа на время до наступления частичного или полного ответа, обратите внимание, 19 недель. Это означает, что где 12 недель, которые мы оцениваем, они не всегда достаточны. Одна кривая, выживаемость без прогрессирования, не самый удачный показатель в данном случае, потому что выживаемость без прогрессирования – это тот показатель, когда мы отмечаем первое наступление прогрессирования заболевания. Медиа на 2,98 месяцев – это те самые 12 недель. Но, грубо говоря, больше, чем у половины людей, мы через 3 месяца фиксировали прогрессирование. Но тут важнее, конечно, общая выживаемость, потому что реверсия ответов, переход из прогрессирования в объективный ответ у некоторых больных наблюдается. И медиа на общей выживаемости для леченных пациентов почти 14 месяцев – это, мне кажется, очень хороший показатель. Ну и плюс ко всему, обратите внимание на то, что данные, начиная с определенного этапа, да, с 15 месяцев являются цензурированными. То есть мы не имеем пока случаев смерти для тех пациентов, которые пережили 15 месяцев и больше для этих 52 пациентов. Что это означает? Это означает, что мы можем добиться стойкого противопухолевого ответа для какой-то части пациентов, но в данном случае для 40%, то есть 0,4% для 40% людей из оцениваемых популяций. Мы можем видеть длительность стойки ответа. Мы проанализировали несколько показателей, которые были у нас в руках, с чем может быть связано улучшение выживаемости в зависимости от разных показателей. Конечно, у нас нет пока данных по популяциям лимфоцитов и по другим тонким показателям иммунитета, но у нас есть такие достаточно обычные для практикующего онколога вещи, как уровень ЛДГ, и удивительного ничего нет. Высокий уровень ЛДГ связан с худшим прогнозом. Это классифицирующий критерий в AGCC, да, в стадировании болезни, и эпилюмап не делает тоже чудес, то есть люди, которые имеют высокий уровень ЛДГ, живут все-таки хуже, чем люди, которые имеют нормальный уровень ЛДГ. Ответ на лечение. Естественно, люди, которые имеют объективный ответ на лечение, они живут дольше, и в данном случае мы видим, что из этих 52 пациентов, там у нас 7 человек имел частичный общий ответ, никто пока, к счастью, не умер, и мы надеемся, что таких пациентов при медиане наблюдения почти полтора года, они могут сохранить свой эффекты дольше. Ну, а те, у кого было прогрессирование болезни, то, к сожалению, исход ясен. Уровень состояния по шкале ЕКОК на момент начала терапии. Чем лучше, тем дольше такие пациенты живут. Ну, собственно говоря, это демонстрирует наш график. И довольно интересный показатель наличия иммунопосредственных нежелательных явлений. Ну, казалось бы, что если у пациента развивается нежелательное явление, связанное с иммунной системой, значит, мы достигли какой-то своей цели, мы эту иммунную систему раз теребили, раздразнили, она работает вовсю. И, к сожалению, у нас не такой большой опыт, чтобы это чётко проанализировать, но мы видим тенденцию, что у пациентов, у которых такие явления были, общая выживаемость несколько лучше. Но несколько – это на уровне тенденции. Мы не имеем медианы общей выживаемости для этой группы, и у нас она определена как 13,7 месяцев, почти 14 месяцев для пациентов без иммунопосредственных нежелательных явлений. Длительность ответа на лечение. Медиа на 32,5 недели. У четырёх объективные ответы сохраняются на данный момент, и уже у одной пациентки длится более 60 недель. По поводу нежелательных явлений я коротко остановлюсь на двух вещах. Они у нас действительно развивались, мы их регистрировали, и, к сожалению, у нас был один тяжёлый случай нежелательного явления, с которым нам не удалось справиться, хотя многое было сделано для этого. Это была тяжёлая диарея с колитом связанным, и этот пациент погиб в другом учреждении, в другой больнице на фоне интенсивной терапии, которую он проводил, в том числе иммуносупрессивно. А вот некоторые видимые побочные эффекты, которые существуют на фоне эпилемумаба. Это кожная сыпь, разные варианты. Ещё один вариант кожной сыпи, и ещё один вариант такой тяжёлой кожной сыпи. Но несмотря на то, что кожная сыпь выглядит так ужасно, через довольно короткий период времени терапии стероидами нам пришлось пропустить одно введение эпилемумаба. Мы ее продолжились в три недели до лечения стероидами. И несмотря на то, что она выглядит так ужасно, через 3-4 недели она полностью регрессировала. Короткий клинический случай. Женщина 52 года получала очень большое количество разных вариантов терапии. Болеет длительно с 2003 года. За время болезни меланомы успела заболеть ещё также и раком молочной железы, который был хирургически у неё вылечен, и больше проблем пока не доставляет. Но с 2010 года начиная, начались проблемы с рецидивом метастазов, с появлением новых метастазов в оперированной конечности. Получала химиотерапию без эффекта декорбозина. У неё нет мутации в гене-браф, то есть мы не имеем возможности стрельчить её киназными ингибиторами. И выполнили изолированную перфузию конечности. Всё равно появились новые метастазы. Получила два курса полихимиотерапии с препаратами платины и винкалоколоидов. Это чуть не закончилось летальным исходом, потому что развелось тяжелейшее осложнение дома у неё, панцитопения, двусторонняя пневмония. Сначала, как мы считаем, бактериальная, потом присоединяется грибковая пневмония. Но, слава Богу, всё разрешилось. И мы в феврале начали лечить её эпилемумабом. Вот, собственно говоря, те демонстрации, которые были до начала лечения. По этому же поводу, и дополнительно несколько метастазов в лёгке были небольшого размера. Все они были около сантиметра. Значит, она начала лечиться эпилемумабом. Обратите внимание, что на фоне лечения мы видим яркое прогрессирование болезни. Узел на ноге растёт и доставляет серьёзный дискомфорт. Да и на самом деле метастазы в мягких тканях тоже увеличиваются в размерах. а чёрные они из-за того, что некоторые из них коагулировали для остановки кровотечения и пытались их удалять. Но так как нам переключиться дальше... Ну, там может быть... А вот, отлично. Значит, перед третьим введением эпилемумаба мы как бы продолжали всё-таки эту пациентку лечить, ожидая отсроченный эффект. Но пессимизм нарастал, потому что, обратите внимание, новые метастазы появляются в мягких тканях. Огромный метастаз, который был у неё на голени, с санкционной цели был удалён, без всякой первичной пластики, удалён и закрыт повязкой. Значит, появился метастаз на большом пальце ноги. Но прошло время, и сейчас мы переключим следующий слайд, может быть, у нас получится. А вот идёт время. Помогите мне, пожалуйста, поставить следующий слайд, коллеги? А, вот, отлично. И вот, обратите внимание, спустя год я опустил некоторые премизуточные фотографии. Значит, рана на голени заживает, там нет признаков опухоли, мы брали оттуда мазок. А метастазы мягкотканные на бедре, на пальце разрешаются, уменьшаются в количестве и в размерах. Через два года, это июнь 2014 года, практически зажила рана на ноге, да, остаётся небольшая площадка. Вот, и сохраняется пигментация. Я не уверен, что вам видно здесь из-за отблесков. Значит, но сохраняется пигментация на бедре, и, собственно говоря, это всё. То есть никаких влёгких изменений без динамики. Мы считаем их уже сейчас скорее проявлением фиброза. Ответ сохраняется. Екок у неё ноль, она вернулась к своей обычной деятельности, и ничего не мешает жить. Но у неё было нежелательное явление, у неё была диарея третьей степени, которая оккупировалась на фоне внимания самостоятельного приёма стероидов, а не стероидов, прошу прощения, эмодиума. То есть мы не стали проводить больше, мы не стали проводить больше эпилемомаб, но в реальности, вот в течение нескольких дней пациентка принимала эмодиум самостоятельно, и больше диарея её не беспокоила. Когда она нам сообщила, надо было стероидом, начинать всё такие вещи делать, но всё уже проблема к этому моменту была решена. Я надеюсь, что эта демонстрация вам вселит в вас оптимизм по поводу лечения пациентов иммунопрепаратами. Я благодарю вас за внимание, и вот хочу продемонстрировать наш коллектив, который в этом принимал активное участие. Спасибо большое.